Эту клубничную корзинку будут вас просить приготовить еще, она очень легкая, воздушная и вкусная. А готовится проще простого. Из ингредиентов нам понадобится бездрожевое слоеное тесто, размораживаем и посыпаем с двух сторон мукой. Отрезаем небольшой кусочек, диаметром приблизительно 10 сантиметров, он нам понадобится для того, чтобы плести корзинки-косички. Раскатываем его с двух сторон в длинный пласт, чтобы у нас получились длинные веревочки. Желательно, чтобы тесто получилось ровненьким, ну а там как получится. Делим все на 6 частей. После того, как мы приготовили основу, прищепляем 3 веревочки. И потом начинаем плести обычную косичку. Я, кстати, это делала первый раз и на самом деле волновалась немножко, но мне кажется, получается неплохо и в целом результатом я довольна. А вы пока что не забывайте подписываться на мой канал, там много всего интересного и ставьте лайки. Такой красоты нам понадобится две штучки, чтобы обхватить весь квадратик. Смотрите, чтобы она была длинненькой и чтобы у вас ничего не осталось. Далее нам нужно будет раскатать основу. Толщина нашего квадратика будет приблизительно 1 сантиметр. Раскатываем его ровно, прямо, чтобы все получилось как надо. Пока с тестом работать комфортно, перекладываем его сразу на пергамент, чтобы удобнее было брать. И тут я немножко запуталась. Надо было сначала яичную смесь делать, а потом сверху косичку, а я все сделала наоборот. Но я вовремя одумалась и все сделала как надо. Косичку поэтому мы делали более длинной, чтобы она пошла у нас по всему периметру. Выкладываем всю нашу красоту, не забываем защипить края и наша основа в виде корзинки уже готова. Далее нам нужно будет все обильно смазать яичным желтком. На этом моменте не забудьте вилкой проколоть тесто. Я это забыла сделать, а это значит, что оно у меня поднимется. В духовку при 180 на 20-30 минут. Тут все зависит от вашего духового шкафа. Для времени взбиваем 1 белок и понемножку вводим 60 грамм сахарной пудры. Обязательно хорошо взбейте эту массу, чтобы у вас ничего не спадало и все стояло в ровных пикахах. Потихоньку в белок начинаем вводить 200 грамм рикотты, либо можно заменить творожным сыром. Сначала у вас будут появляться вот такие вот комочки, а потом у вас все сольется воедино и будет очень воздушный и вкусный крем. Как я и предполагала, у меня сдулась корзинка, потому что я забыла ее проколоть. И теперь мне приходится это делать вилкой и опускать ее вручную. Кстати, вы тоже вилкой отделите отдельно корзинку от косички, как показано на видео. Перекладываем наше тесто на решетку, чтобы оно у нас быстрее остыло. По желанию убираем верхнюю корочку, она нам понадобится для декора. От основы она отходит легко, поэтому ее можно сошкрябать вилкой. Когда наша основа уже остыла, берем крем и кладем его вовнутрь корзинка. Кстати, для меня крем получился немножко специфичным, потому что рикотта это все же сыворотка. Мне кажется, на крем-чизе было бы намного вкуснее, но тут, так сказать, уже на любителя. Украшаем мы нашу вкусняшку по вкусу. Я решила добавить клубнику. Мне кажется, будет еще вкусно бананами, либо голубику, чернику, все что угодно. А я благодарю, что вы досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и всем приятного большого аппетита! Смотрите, какая красота!